МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сегодня мы говорим с вице-мэром Долгопельской городской думы Батерисом Залбе. Здравствуйте, господин Залбе. Здравствуйте. Как правило, с наступлением весны в городе начинается реализация многочисленных проектов. Одна часть из них направлена на развитие дорожной инфраструктуры и создание предпринимательской среды. Другая же часть направлена на создание новых зон отдыха и, как правило, создание комфортной среды проживания наших горожан в своих микрорайонах. А их, если я не ошибаюсь, у нас более 20. Да, так и есть. В этом году где пройдет основной фронт работ? Какие проекты будем реализовывать и за чьи деньги будем строить? По наступлению весны всегда самоуправление в первую очередь заканчивает те объекты, которые из-за короткого срока строительного сезона нельзя было закончить в предыдущем году. Мы на данный момент начали и продолжаем уже масштабные проекты. Это улица Дундуру, это улица Силикату, это улица Рупни-Тибас, на которых будет приводиться в порядок вся дорожная инфраструктура для предпринимательства. Если мы говорим о крупномасштабных проектах, то в самоуправлении будет реализация европейского проекта путепровода в первую очередь и будет реализация дамбы, которая защитит Ругельские дачи и правое побережье Двины от наводнений. Эти два проекта утверждены в кабинете министров и у самоуправления есть доступные средства в размере 10 миллионов на путепровод и в размере 2,6 миллионов евро на защитную дамбу правого берега. Точно так же есть доступные 2,2 миллиона на левобережье, но там разрабатывается еще техническая документация для того, чтобы можно было бы определить самые правильные решения для защиты от наводнения. То, что касается создания новых мест отдыха, программа эта будет продолжена? Один из первых объектов, который будет сделан, это будет променад возле Стропского озера, где работы уже начнутся в ближайшие месяцы. Конечно, в новых Стропах сейчас уже идут к окончанию работы по развлекательному парку Тарзан. И, конечно, самоуправлению удалось привлечь инвесторов в город Даугавпилс. Это доказывает о том, что инвесторам город очень интересен в плане развития и туристического бизнеса, и промышленного бизнеса. Ежегодно самоуправление Даугавпилс в последние 4 года вкладывает большие средства в развитие микрорайонов. И, например, на сегодняшний день в лидерах находится поселок химиков. Но люди спрашивают, ну да, парк сделали, водоем почистили, дорожки сделали. А что еще сделали? Развитие микрорайонов – это не только благоустройство их территорий, но и создание новой инфраструктуры для того, чтобы в конкретных микрорайонах могли развиваться предприниматели. И, конечно, если мы смотрим конкретно на микрорайон химиков, то в микрорайоне химиков была сделана северная индустриальная зона, на которой на данный момент работает больше, чем 1200 работников. Ну да, согласно статистике, за последние 4 года более 100 миллионов вложено в развитие микрорайонов города. – Статистика всегда подтверждает те факты, что самоуправление планомерно развивает все микрорайоны города и в каждом микрорайоне делает и дороги, и детские площадки, и, по возможности, если есть водоем, значит, места отдыха возле водоемов. Делаются спортивные площадки. И все развивается таким образом, чтобы каждый микрорайон стал образовательным, культурным и спортивным центром. – Послушайте, а это правда, что от Думы прошлого созыва действительно не досталось ни одного европейского проекта, который можно было бы реализовать уже сегодня? – Будучи еще депутатом в прошлом созыве, я все время указывал руководству города ответственным лицам за отдел развития, что необходимо подготавливать техническую документацию на следующие периоды и на тот период, когда не будут доступны европейские средства, но можно будет брать займы в госказне для реализации проектов. За отдел развития отвечала госпожа Янковская. Я ей неоднократно говорил о том, что есть необходимость работать с инфраструктурными объектами, а не просто привлекать проекты, которые тратят деньги в городе. И, конечно, ответ был всегда один – не мешай, когда будешь у власти, тогда сам будешь принимать решения. Госпожа Кулакова сказала, что, Петерис, ты ничего не понимаешь из планирования, ты не понимаешь, каким образом защищаются проекты. Конечно, я думаю, что Жанна Кулакова имела в виду, что каждый проект надо купить, надо, может быть, ввязаться в какие-то коррупционные схемы, и тому есть подтверждение. При руководстве Кулаковой была закупочная комиссия, в которой главную роль играл Валерий Кононов. И, конечно, все горожане помнят, и мы хорошо помним о том, что любой проект, который реализовался, он был на 30-40% дороже, чем проектировщики предлагали. И после смены и недоверия самоуправления к тем лицам, на которых пола тень о каких-то заинтересованностях от закупок, то почему-то цены сразу упали на 40%. Ваши оппоненты говорят о том, что вы приписываетесь себе заслуги других, а руководитель технического отдела управленников нульного хозяйства даже заявил о том, что, цитирую, «Лач пресесет зал был гуд. Все технические проекты были разработаны задолго до вашего прихода». Господин Прилатов нас обвиняет и в коррупции, но могу сказать, что именно господин Прилатов был выгнан из закупочной комиссии, так как на нем лежала ответственность за рассмотрение, соответствие технической части, то, что покупает самоуправление в конкретных дорожных проектах. И после того, как на него пала тень о том, что он работает в интересах определенных компаний, было принято решение, что такие люди не могут находиться в закупочной комиссии. Можете конкретные какие-то случаи рассказать? Это случаи, когда господин Прилатов именно во время закупочной комиссии консультировался с представителем фирмы ЦКДД о том, что правильно или неправильно подана заявка, и та же компания ЦКДД участвовала именно в этой закупке. Вы знаете, господин Прилатов опять-таки говорит, что перекресток на улице 18 Новомбра и Лепес, что это всего лишь популизм, а не проблема. Вы знаете, учитывая то, что на улице Лепес находится для города важное предприятие ПЖКХ, куда идет очень большое количество платить за коммунальные услуги, потому что там их принимают бесплатно. На улице Лепес находится дневной центр для пенсионеров, куда тоже идет большое количество посетителей. И, конечно, говорить о том, что 100-200 людей в день, которые переходят через этот перекресток, не заслужили переходить через пешеходную дорожку, то я считаю, что это просто издевательство над людьми. — Слушайте, а вот жители нас очень часто спрашивают, кому пришло в голову в парке возле водоема Пороховки спилить хороший, такой, ну, не многовековой, конечно, но старый дуб, который украшал этот парк, радовал ветеранов завода химического волокна, которые, по-моему, они его садили. А некоторые говорят, что даже Хрущев его садил. — Данный дуб садился в день закладки первого камня по строительству завода, и для тех людей, для заводчан он очень важен. Если мы говорим о том, что надо было сделать пешеходную дорожку, то ее можно было делать и справа, и слева с этого дуба, но не господину Прилатову была необходимость принимать такое бездумное и бездарное решение о ликвидации памяти для жителей. — Странная ситуация, но еще вас ругают за то, что самоуправление проводит социальную политику, которая стала, как бы объяла большие категории граждан, жителей нашего города. И на последнем заседании Думы было принято еще одно решение, которое, ну, как бы обрадует, наверное, жителей предпенсионного возраста того года после. — Социальная политика самоуправления направлена на то, чтобы помочь каждому человеку, который нуждается в помощи. Не тем людям, которым хочет помочь конкретный политик из-за того, что он его брат, сват или друг, а именно тем, которым она нуждается. И, конечно, только при правильно расставленной приоритеты и акценты на группы, которым необходима помощь, самоуправление может помогать новым и новым категориям. И, конечно, последнее о том, о чем вы говорите, самоуправление приняло решение людям, которые ушли на пенсию по горячему стажу. Это те, которые работали на опасных производствах. И люди, которые уходят на пенсию преждевременно, они поедут на общественном транспорте тоже бесплатно, как и другие пенсионеры. — С какого числа это произойдет? — Я прогнозирую, что это будет где-то 10 числа мая. — Ну, на этой положительной ноте мы завершаем нашу беседу. Спасибо вам, что пришли в эту студию. Ну, а на сегодня все. До свидания и до новых встреч на телеканале Долтком.